Акшайна Адамахараш спрашивает. Относительно правил, согласно которым саньяси должен носить триданду, это вопрос общего характера. Кто-то говорит, что ее следует носить 10 лет, кто-то 12 лет, кто-то 15 лет. Существуют ли какие-то конкретные... Разве что кто-то не способен это делать в силу своего состояния здоровья. В таком случае, если он не способен по соображениям здоровью ее носить, он может от нее отказаться. А в противном случае есть какое-то конкретное число лет, в течение которого следует носить? Нет такого числа, нет. Разве что неспособность, физическая неспособность. И также следует учитывать следующее. Когда человек дает триданду многим, они носят триданду. Речь идет о парамахамсе, о том, кто не находится в рамках варнашрумы, саньяси и даже выше саньяса. Хамса, парамахамса и эти стадии. Это высочайшая стадия саньяса, парамахамса. На стадии парамахамсы человек может не носить триданду. Бидагда Мадова Прабу спрашивает, «Махарадж, в районе Параматалы есть большой храм Кали под большим баньяновым деревом. И там какой храм? Кали? Кали. Так вот, храм Кали. И там постоянно приносят жертву козлов. Да, все время. Так вот, я хотел узнать, а каково положение этих людей в Дхаме? Я видел, как они кладут козла на… имеется в виду специальное приспособление наподобие рогатки, повторяют некую мантру и одним ударом. Это ужасное зрелище. И голова козла отлетает где-то на один фут, взлетает вверх. Эта земля когда-то, считают они полностью, была контролируема нами, находилась под нашей властью. Анимай-пандит явился и он стал чинить нам препятствия. Мы с незапамятных времен занимались этим делом, убийством. Не только убийством животных, имеется в виду, но также иногда и совершались человеческие жертвоприношения. «Нарабали» на санскрите. «Нарабали». «Где, в Навадвипе?» – спрашивает Ведак Дамадова. «Да». «Тантрики». Не только животных, но и человеческие существа приносили жертву. «Тантрики», «Капалики» это делали. Но… Но, когда немай-пандит явился и стал проповедовать ваишнавизм, то они были лишены, постепенно лишились своего положения или влияния. По-прежнему в некоторых районах Миднапура, на берегах Ганги, имеет место быть это «Нарабали», то есть принесение в жертву людей. Речь идет о мальчиках. По-прежнему это происходит. Тайно, «Капалики» это делают. «Капалики» – это радикальные шахты. И кроме того, в некоторых районах Орисы, эта система «Нарабали» присутствовала. Мы знаем, что в Виндьячалам, в Утар-прадеше, также присутствует традиция принесения в жертву мальчиков. «А в каком месте?» – спрашивает Ахшай Надамахраш. «Где именно?» «Где-то в Утар-прадеше, рядом с Мидчапуром». Об этом писали в газетах. Один джентльмен, он был чиновником высокого ранга, однажды остановился в неком отеле, в гостинице. Эта гостиница славилась тем, что в ресторане при ней подавали очень вкусное блюдо из мяса. Так вот, один джентльмен отведал мясо в этой гостинице правительственной служащей высокого ранга. И у него поднялась температура. Он заявил, «Я заболел. Пожалуйста, отошлите это блюдо ко мне». И это блюдо отвезли, отнесли ему домой. И сообщили полиции о том, что происходит. И гостиница была окружена. Произошел обыск. И обнаружилось, что мальчиков привозили в Индиачал и приносили в жертву. И их плоть разделывали и подавали в эту гостиницу. То было лет двадцать тому назад. Редак Дамадова Прабу рассказывает, в Нью-Йорке было одно место, один ресторан. Обнаружилось, что там подают мясо детей, детской плоти. Им очень нравится вкус мяса. Соответственно, степень роста зрелости духовного знания, концепция Бога, не сходят на этот уровень также, на уровень мясоедения, имеется в виду. Поскольку определенные люди не в состоянии отказаться от мяса, поэтому им посылается соответствующая шастра и соответствующие саду, посылаются на этот нижайший уровень. И когда возникает возможность, шанс, то они, саду и шастра, пытаются возвысить людей из этого положения. Система эта была устроена в таком духе, с этим намерением, в свете этого понимания. Шастра не говорит, что ты должен делать это. Но поскольку человек не в состоянии отказаться от своих животных привычек, поэтому шастра не сходит к нему до его положения и обращается к нему, советуя, не ешь слишком много мяса, ешь мясо меньше и ешь не всегда, но время от времени. Таким образом, человека пытаются возвысить. Шастра не говорит, что ты должен это делать. Но поскольку люди не в состоянии не делать определенные вещи, их ментальности, их привычки настолько низки. И что же здесь можно сделать? По воле Бога, Писание и саду этого класса, соответствующая природа, посылаются этому человеку на его уровень, с тем, чтобы возвысить его, вызволить из этого прискорбного и низкого положения, спасти его. Поэтому ему говорят, шастра и саду, если ты ешь человеческую плоть, то делай это с соблюдением определенных условий. Если ты пьешь вино, то пей его, соблюдая определенные условия. Если ты не можешь отказаться от женского общества, то общайся с женщинами, соблюдая определенные условия. Таким образом, шастра и саду приходят, чтобы спасти людей, чтобы возвысить их. Обычные люди говорят, наши шастры и шастра высшего порядка равноценны, равнозначны, и возникают конфликты. Но в действительности, да, шастры исходят из одного источника, но идея такова — возвышение падших. Высшее начало опускается до этого уровня, до нижайшего положения, в форме шастры и также саду. Но цель состоит в том, чтобы постепенно возвысить людей. Это сказано в Бхагаватам. Здесь нет указания делать нечто. Но поскольку ты не в состоянии не делать, в таком положении тебе рекомендуются определенные вещи. Рекомендуется делать что-то не обузданно, но ограничивая себя. И таким образом людей постепенно возвышают. Такова цель, цель шастры. Цель Писания, Священного Писания состоит в том, чтобы вызвать людей из этого падшего состояния. Постепенно. Но эти люди думают, что это одна шастра, это другая шастра. Они считают, что все шастры обладают равной ценностью. Но в действительности шастры не обладают равной ценностью. Ману говорит, я предписываю делать то, 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 вынесение жертвы животных и прочее. Я делаю это лишь с целью спасения падших. Но это не означает, что такого рода шастра равноценны и равнозначны высшим шастрам. Не врите маргу. Что этот низший путь равен не врите маргу. Нет. Существует явление, религиозное явление Писания низшего типа, и существует явление Писания высшего типа. Не врите маргу. Люди не способны избежать всех вышеупомянутых явлений. мяса, секса, наркотиков и прочее. Существует тамасика, раджасика, садвика. Таким образом, такая градация. Существует тамаса шастра. И тамаса люди, которые безумно стремятся ко всем этим вещам. Которые склонны к насилию, к алкоголю и тому подобному. И они тоже будут говорить, мы следуем шастре. Но ваша шастра и моя шастра отличаются. Они скажут, я поступаю соответственно шастре, так что живот им дурного. Это моя шастра, а ваша шастра рекомендует отречение от мира и ахимсу и ненасилия. В таком духе рассуждает миссия Рама Кришна. Ее последователи говорят, все равны. Буддисты выступили против этого убийства животных и человеческих существ. Буддизм стал реакцией на эти убийства. Буддисты заявили, нам вообще плевать на любые шастры. Можно выбросить эти шастры. Мы не передаем никакого значения. Мы не хотим никакого насилия. Поскольку вы, заявили буддисты, прикрываясь религией, вы творите насилие. Поэтому мы не признаем те писания или эти писания. Мы безразличны к ним. А Шанкарачарья выступал как будто бы под вывеской Веды. И он вдохновлял все это религиозное разнообразие. Что бы ты ни делал, заявлял он, это хорошо, но это все ложное, в конечном счете. Нирвишеша Брама – это истина, а все эти формы религиозного поклонения ложные. Можно принять любую из них, по мнению Шанкарачарья – Сатвика, Раджасика, Тамасика. Такую классификацию Шанкара признает. Нарайна – упасана – сатвична, поклонение Браме – Раджасична, поклонение Шиве – Тамасична, поклонение Деве – Шиве – Тамасична. Но в конечном счете, по мнению Шанкары, все это ложно. Все ложно, а Брамха, Браман – есть все и вся. Махараджа, Акшайнанда Махараджа спрашивает. В ведийских писаниях или в родственных писаниях присутствуют ли какие-либо упоминания христианской религии? «Нет», – отвечает Шива Шадар Махараджа, «я не видел таких упоминаний». «Но симптомы, характеристики лакшана, христианство, возможно, упоминаются в них?» Спрашивает Акшайнанда Махараджа. «Может быть, христианство не описывается прямо, непосредственно?» Поскольку христиане тоже говорят, что они могут есть мясо и пить алкоголь. Современные христиане, да, они делают все это. Они говорят, что это часть нашей религии. Они и мусульмане также не признают перевоплощение души, перерождение. И также придерживаются представления, согласно которому лишь человеческие существа обладают душой, тогда как животные лишены души. Поэтому, с их точки зрения, нет химсы, нет насилия, когда речь идет об убийстве животных. Таков подспудный смысл, поскольку у животных нет души. Но это опасное представление, это заблуждение. Как такая личность, как Христос, может говорить? Животные, они плачут, но как он может говорить, что у них нет души? И можно приносить их в жертву и есть их? Как это возможно, я не в силах понять. Тот, кто настолько склонен к ненасилию в сердце своем, как он может позволять, чтобы страдающее животное приносили в жертву с целью его съесть? Я не в силах понять. Что касается мусульман, то в их случае, может быть, это так. Они очень жестокие люди, поскольку они насильно обращают других в свою веру. Они крайне грубые и жестокие в своих привычках. Но Христос был очень мягок. Ему был присущ мягкий характер. Он учил, если тебя бьют по одной щеке, я подставляю другую. Так как же он мог закрыть глаза на то, что когда животное режут, то животное демонстрирует свою боль и громко плачет? Как он мог это игнорировать, я не в силах понять. Однако Вактивино Такур привел это в гармонию, дал гармоничное заключение. Он объяснил, что эти пророки Мохаммед Христос проповедовали, обращаясь к тем народам в тех странах, где невозможно было открыть полноту истины. Вся полнота истины не могла быть открыта тем народам, к которым они обращались. Поэтому эти пророки или эти посланники не открывали людям полноту истины, но лишь давали частичное фрагментарное понимание. Отсюда это учение о том, что у животных нет души, например. Но в то же время в Библии говорится, что Иоанн Предтеча, который пришел до Христа, жил, питаясь лишь фигами, фигами и медом. Иоанн. И фиги, это слово первоначально перевели неправильно. Перевели не фиги, а перевели как-то иначе. было сказано, что Иоанн жил, питаясь медом и акридами. Акриды – это разновидность саранчи. Сухая саранча, ее употребляют в пищу. Но впоследствии обнаружилось, что это ивритское слово – акриды, то, что по-русски звучит как акриды, а также фиги, лесные фиги. Вот эти фиги имеются в виду, и они могут употребляться в пищу, но впоследствии… Впоследствии… Такая интерпретация была дана. Было сказано, что Он питался медом и фигами. Фиги – это плоды, растущие в джунглях. У нас тоже растут фиговые пальмы. То есть смысл может быть такой. Он питался фигами и медом. Но вначале люди поняли так, что Он питался акридами. Акриды – это такие насекомые. Летающие насекомые буквально. Саранча. Он питался саранчой и медом. Ахимса. В гитя дано окончательное, универсальное решение этого вопроса. Что бы ты ни делал, соединяй свое деяние, свое действие с безграничным. Вначале постарайся установить связь с безграничным. И постепенно ты, в конце концов, окажешься в том положении, когда сумеешь видеть или читать волны безграничного и прогрессировать соответственно этому. Тем или иным образом начни путешествие во имя Бога. Та концепция Бога, которая возможна для тебя в настоящее время, начни с этого. Начни во имя Бога. И эта концепция Бога будет постепенно расширяться, расти. Без химса, без насилия невозможно обойтись. Даже если мы едим овощи, это тоже химса, насилие. Это насилие до известной степени. Но все-таки степень этого насилия не настолько велика. Однако это тоже насилие. Есть что-то для того, чтобы сохранить тело, убивать овощи. И возможно избавиться от этой проблемы лишь благодаря тому, чтобы делать все с сознанием безграничного. Он для себя. Необходимо установить связь с его универсальной лилой, лилой. Установить связь с этой волной, постараться найти то измерение, где все к лучшему. Умереть, чтобы жить. Такой лозунг, девиз, лозунг, определяющий природу этого движения, таков. Умереть, чтобы жить. Связаться с этой волной. Каждая смерть предназначена для высшего рождения. Умереть, чтобы жить. Установить связь с этой волной. Попытайся. Трин . Обрыв записи. Продолжение беседы. Конечно, речь идет о том измерении, где параферналии, то есть реалия окружающего мира, окружающая среда всегда пытается разрушить духовное явление, окутать его. Невежество всегда пытается буквально покрыть свет. Поэтому необходимо, чтобы время от времени свет приходил на землю тьмы. Всегда присутствует подобная тенденция. Тьма окутывает свет. Свет всегда покрывает тьма, невежество. О таком измерении идет речь. Поэтому отклонение неизбежно. Тем не менее, мы должны стараться изо всех сил придерживаться принципов. Поэтому Ману говорит, три качества. Тот, кто обладает знанием, глубоким знанием Богооткровенных Писаний, это первое условие, глубоким знанием Богооткровенных Писаний, и садви этой религии или этому явлению, религиозному явлению должны следовать святые. И о каких святых идет речь? О тех святых, которые свободны от любого влечения к этому миру, от влечения к богатству, славе, положению, всем этим явлениям. Речь идет о святых, которая свободна от этих трех влечений, канак камини пратишта, привязана к чувственному наслаждению, к деньгам и к славе. Подобные святые способны сохранять буквально стандарт, и они должны иметь глубокое знание Священных Писаний, а также быть свободны от силы мирских соблазнов. Подобный святой способен сохранять истину здесь, в этом мире. И всегда присутствует тенденция, склонность к деградации, к тьме, к невежеству. Поэтому неизбежным образом этот регресс имеет место быть, упадок, очень трудно, тяжело сохранить изначальное явление. Поэтому нирапекка, независимо от этих искушений, соблазнов, люди свободны от них, лишь они способны сохранить стандарт. Махарадж, Шрила Рупа Госвами говорит о том, что чистый, преданный не склонен критиковать других в сердце своем. Как мы можем обрести подобное качество? Что он спрашивает? Он говорит, Шуда Бхакта Нинда Шуния, свободен от тенденции критиковать других. Как обрести это качество? Это некий идеал, и мы должны иметь в виду этот идеал. Он должен находиться перед нашим взором, и мы должны стараться сохранять общество, находиться в обществе мадья-мадвикари, тех, кто близки к нам. То, о чем идет речь, это симптом высочайшего положения. Но до того, как это высочайшее положение, где присутствует свобода от критики достигнуто, что говорит этот стих? Когда ты соприкасаешься с преданным такого рода, тогда ты должен делать для него все, что угодно. Будь готовым сделать все, что угодно, ради возможности иметь это редкое и ценное общество. Там, где присутствует искреннее, буквально, имя Кришны, звучит такое имя, не имитация, не намапарадханамабас, но подлинное имя исходит из его уста или живет на его устах, если мы, тем не менее, слышим, как кто-то повторяет имя заурядным образом, то мы должны почитать этого человека в уме, не буквально методично, то есть не последовательно, систематическим образом, как преданного высшего порядка, но почитать такого преданного в уме. И затем, если этот человек связан с высшим Вайшнавом, с этой преемственностью, цепью буквально, цепью Вайшнавов, то мы склоняем перед ним нашу голову, никак не иначе. Бхакти Вино Таккор сделал здесь одно замечание в этой связи. Если мы видим, что некий человек произносит имя Кришна, если этот человек не связан с заведомо дурными людьми, только тогда мы должны почитать этого человека в уме, ментально, в уме, не физически. Но если он связан с какими-то дурными людьми, дурным обществом, обществом, относительно которого мы уверены в том, что это дурное общество, что они делают что-то дурное или питают какие-то низменные желания, тогда мы не будем обращать внимания на таких людей, которые даже, пусть они и призывают святое имя, вот как Нитайгора-Радеш-Ям. Конечно, Нитайгора-Радеш-Ям – это хорошо и замечательно, но группа последователей Рама-Даса, они поют Нитайгора-Радеш-Ям, и общаться с этой группой как возможно. Если мы будем общаться с ним, то их заблуждение привезет к нам, поэтому если мы слышим Нитайгору от них, то нас это повторение или пение не интересует. Мы предпочитаем избегать их. И затем, когда человек получил дикшу, когда он принят в качестве преданного Кришны, принят Кришну, – перед таким человеком мы будем кланяться, поскольку он обладает реальной связью с Кришной. Дикша означает связь с Сад-Гуру. И такому человеку мы будем выражать почтение физически, не только в уме, но и физически также. А тот, кто постоянно занят в попытках продолжать свой бхаджан-поклонение, когда речь идет о Ништхе, когда человек всегда пытается сохранить свое сознание Кришны, мы будем пытаться служить такому человеку. Человек, который занят на сто процентов. Степени глубины могут быть разные, но присутствует Ништха, то есть непрерывные, постоянные попытки сохранять сознание Кришны, такому человеку мы станем служить. Но когда, благодаря нашей удаче, мы обретаем Даршину, преданного высочайшего типа, которого не интересует ничего, хорошее или плохое в этом мире, но который всегда постоянно и глубоко занят призывом имени Кришны и пьет этот нектар. Если нам обретает удача встретить такого человека, тогда каким угодно образом, насколько это в моих силах, я буду стараться отдать ему все и пытаться удовлетворить его. Мы отдадим ему все, сделаем для него все. Прилагая все силы, мы будем пытаться служить такому человеку. Махарадж, как молиться? Как что? Молиться, молиться. Как правильно молиться? Насколько возможно следует направлять внимание на Гуру, Гаврангу и Кришну? Насколько мы в состоянии помышлять о них? Мы будем собирать всю нашу энергию жизненной силы и посвящать эти жизненные силы попыткам удовлетворить Гуру, Гаврангу и Кришну. Насколько это в наших силах? Мы будем пытаться собрать максимум энергии и постараемся пожертвовать эту энергию, задействовать ее и использовать в служении к сознанию Кришны, что включает Гуру, Гаврангу, Радху, Говинду и всю лилу. Такой должна быть наша искренняя попытка, усилие. И мы должны постараться узнать, что есть сознание Кришны всякий раз, когда это возможно, где бы ни было возможно получить это представление посредством Писаний или благодаря речам из уст Саду. Мы должны быть искренни в наших попытках, усилиях. Это первое, что нам необходимо. Искренность. Мы не должны обманывать самих себя. Если мы не обманываем себя, то никто не в силах будет нас обмануть. Он присутствует повсюду. И он придет к нам на помощь. Когда это необходимо, он будет приходить. Чайтя Гуру. Следуя указанию Чайтя Гуру, мы приходим к Маханта Гуру. А Маханта Гуру также помогает Чайтя Гуру. Они следуют одному пути. Речь идет об их взаимопомощи. Конец части А и начало части Б. Махараджа. Махарадж? Да. Махарадж? Да. Но иногда, когда Дикша Гуру отсутствует, его нет Дикша Гуру. Тогда Шикша Гуру может занять это место. Когда человек понимает, что Дикша не есть форма, это не просто слова, но слова, несущие смысл, в этом есть свет, тогда различия между Дикша Гуру и Шикша Гуру сводятся к минимуму. Но когда человек интересует большей степенью форма, тогда Дикша Гуру придается большее значение. Насколько человек может избавиться от привязанности к форме и начать отдавать предпочтение смыслу, сути, тогда, по мере этого, его видение будет становиться все более обширным, буквально светлым, лучезарным, тонким. Там, где присутствует сознание Кришны, там пребывает Гуру. В Бхагаватам говорится о существовании 24 гуру Аватхута, они упоминаются. 24 гуру, повсюду можно увидеть гуру, повсюду, это возможно. Все, все, любая реалия, все реалии дают мне на наставления, призванные помочь мне прогрессировать в служении Кришне. Все парафирналии, все реалии окружающего мира во Вриндаване — это так. Когда речь идет о сознании Вриндавана — это так. Любая реалия вдохновляет меня, воодушевляет меня в служении Кришне. И когда человек живет в таком сознании, то он живет во Вриндаване. Все они пытаются воодушевить меня, служить Кришне. Они являются гуру. Можно отождествить, идентифицировать, увидеть присутствие гуру повсюду. И также есть центральные личности в Мадуро расе, Радхарани, в Ацале расе Нанда Яшода, по расе дружеской любви, Судам Шридам, Динамо — источник, Динамо — машина, генератор и источник энергии. Махарадж, рассказывается история о головной боли Кришны. Вайшнавы должны были отдать пыль своих стоп, то было лекарство для Кришны. А гопи, которые дали Кришне пыль своих стоп, они попали в ад за это? Что он спрашивает? Вайдагда Мадова Прабху пересказывает вопрос, «Отправились ли гопи в ад, когда отдали свою пыль своих стоп?» Гопи занимают очень-очень высокое положение, и мы постараемся понять природу этого положения. «Умереть, чтобы жить». Какого рода смерть? О какой смерти идет речь? Какую смерть они были готовы претерпеть, пройти? В какой степени? «Умереть, чтобы жить». Это высочайшая концепция. «Умереть, чтобы жить». Они готовы стереть свое существование, уничтожить себя ради служения Кришне. Но смерть была невозможна. Скорее, напротив, их величие, их лучезарная природа стала еще более велика. Возросла в Своей славе. Это урок для нас. Священный урок, святой урок. Этот урок не призван наставить нас в некоем практическом смысле. Он не имеет утилитарной цели. Священный урок. Когда человек пытается развить смирение, что помогает ему в наибольшей степени в этом. Самоанализ и также изучение жизни людей, личностей, в которых мы находим это качество смирения. Для того, чтобы понять, что есть смирение. Смирение не есть некая внешняя поза или позиция или жест, но это развитие сердца и сознания. Это естественное явление. Тот, кто находится в относительности великого начала, великого явления, только такой человек может получить представление о себе, как о маленьком, малом. Для того, чтобы смирение было естественным, человек должен иметь представление о великом объекте явления, объекте опыта буквально. Насколько человек будет развивать, усваивать представление об истине, великой истине, настолько он будет в этой степени, будет рассматривать себя как маленького в сравнении, в сопоставлении с этим великим началом. Смирение невозможно обрести посредством некой практики. Это естественное явление. Когда наше сердце будет раскрыто, откроется для того, чтобы получить безграничную милость Кришны, то в этой связи мы увидим, мы почувствуем себя очень маленькими, смиренными, нижайшими из самых низких, малейшими, мельчайшими из самых мелких, и столь беспомощными. По сути, фактически, мы соприкасаемся с океаном милости Кришны, подобно соломинке, прутику, который плавает по водам океана, его носят волны. Лила столь могущественна и столь сладостна, а я, подобно соломинке, я танцую в этой лиле Кришны. У меня нет права утверждать или утверждаться. И затем есть еще одна сторона. Та сторона, которая открывается или дается йога Майи. Определенное положение, роль, играя которую Личность указывает, отдает приказы, но это другое дело, другое явление. Это полномочия, исходящая от йога Майи во служении Кришне, так называемое эго. Тот, кто занимает это положение, тот выполняет некую специфическую функцию, играет определенную роль, выполняет свой долг, обязанности и иногда утверждает себя, самоутверждается. Это все устраивает или дает Сварупа Шакти, йога Майя. И эта роль дается тому, кто бескорыстен, который не преследует личный интерес. Этот элемент самоутверждения необходим, поскольку он необходим для того, чтобы играть эту роль. Эта личность совершенно опустошена, пуста, и ее заполняет нектар. Солдатам дают оружие, амуницию, все необходимое. Военное ведомство выдает и использует их в достижении определенных целей. То есть все дается. Дается там йога Майя Сварупа Шакти. И людей, личности используют в служении Кришне. И речь не идет о качествах, которые заимствованы отсюда в этом мире. Но когда душа достойно пригодна получить эти одеяния или это снаряжение, это вопрос пользы, утилитарности, то ей дается соответствующая одежда и настроение, дается Кем Сварупа Шакти. Татаска Шакти Джива способна принять эту определенную, усвоить определенную форму служения. Подобно тому, как в этом бренном мире тело живому существу дает Майя, ментальную систему, обеспечивает ее. Но возможность принять это тело, адаптироваться к этому, заключена в душе. И все эти реалии даются Майей. И живое существо работает и действует в этих одеяниях и с этими орудиями Майи. Но эти орудия и одеяния чужеродны для него, для живого существа. Они не являются элементами души. Но способность такой адаптации, принятия в живом существе есть. И живое существо, снаряженное таким образом, использует в качестве посредника Майи в этом мире, но в том мире прямо противоположная роль или ситуация. Татас Хаджива. Татас Хаджива. Разбойников иногда принимают на правительственную службу бандитов. Махарадж, Шрила Бхакти-Сиддандас, Расвати Таакхи, Шрила Бхакти-Сиддандас, Расвати Таакхи, Расвати Таакхи, Расвати Таакхи, Расвати Таакхи, Расвати Таакхи. Он диктовал профессор Саньял, записывал. Он начал в ту пору публиковать журнал на английском языке под названием «Хармонист», ежемесячный журнал. И он объяснял в тот момент, что «Хармонист» и «Саджана Тошини» суть синонима. «Хармонист» и «Саджана Тошини» суть синонима. Он объяснял это Саньялу. И он был настолько наполнен, переполнен чувствами, я видел его в этот момент, что его лицо было подобно некоему лотосу, особому лотосу, в котором смешаны два цвета, красный и белый, красный и белый цвета. И я видел, как его лицо было подобно этому лотосу двух цветов. Иногда поэты сравнивают прекрасные лица с лотосом, но у меня был такой опыт, практически, речь идет о особом прекрасном лотосе, его лицо было подобно этому лотосу. Красноватый, красноватого цвета лилия. Когда он говорил о Радхаране, то он практически терял сознание. Как правило, все его лекции завершались прославлением Радхаране. Это прославление служило кульминацией. И это указание на то, что он пришел из этого лагеря, из этой группы, является ее представителем. И я слышал, как в день Рад Аштами, он говорил, это лучший день в году, лучший день наступил, говорил он. Ясно, он сказал, отчетливо, лучший день. Он выходил из себя, когда говорил о Радхаране. Выходил из себя, имеется ввиду, терял контроль над собой. Было похоже, что он полностью терял себя, терял самоконтроль, способность держать себя в руках или быть адекватным, когда он говорил о ней. Он mentions, что он выступит в жизни над собой. Это для того, чтобы соответствовать стандартам для стандарта, чтобы сохранять стандарт. Имеется в виду, имеет в виду Шилыши, Дарма, Махараш, повторение им, Нитай-Гоура, этих имен, Нитай-Гауру, для того, чтобы не посягать на ту юрисдикцию, на которую посягать нельзя, для того, чтобы вернуться в безопасное положение. Иногда, когда мы призываем те имена, другие имена, Адеду уже чересчур, мы посягаем на специфическую юрисдикцию, вторгаемся в особые области для того, чтобы вернуться в безопасное положение Я или Мы, мы призываем эти имена, Нитай-Гауру, поскольку та область, та юрисдикция для нас это чересчур. Это было бы слишком дерзко и высокомерно с нашей стороны, иметь дело с этими реалиями. Я слышал, когда я был в Дели, не в книге, Шакхадали Мхаммадали, они были в Бомбее, Находясь в Бомбее, я нашел некую книгу некого мусульманского ортодокса, писателя, посвященную исламу. Я прочитал эту книгу с целью проповедей, и я обратил внимание, что всякий раз, когда он упоминал имя пророка Мухаммада, он говорил, писал, «Да прибудет на нем мир и благоволение Аллаха». Всякий раз, упоминая имя пророка, он прибавлял к этому, добавлял, «Да прибудет на нем мир и благоволение Аллаха». Всякий раз. То есть смысл здесь таков, когда я призываю имя этой Святой Личности, то тем самым я боюсь его потревожить, побеспокоить, и призываю благоволение Божие и мир на него. Так же и в нашем случае. Иногда мы чувствуем, я чувствую, что я говорю об очень затрагивающих высоких реалиях, и для того, чтобы не впасть в дерзость, когда я захожу слишком далеко, то для того, чтобы вернуться в безопасное положение, я призываю имена Нитянанды и Гауранги. Принимая великодушное руководство Нитянанды и Гауранги, мы можем находиться в безопасности. Махаваданья и Аватара. В их пещере, в их пещере буквально, мы находимся в безопасности. В противном случае многочисленные амбиции, многочисленные рискованные прыжки в очень высокое измерение с точки зрения онтологии, высокое измерение бытия. И это грозит некой аномалией пратиштхой или другими отклонениями. Эти аномалии могут атаковать нас, поскольку речь идет об очень высоком положении. Махапрабху говорит, обращаясь к Санатану Госвами, об этом не следует говорить, это не следует произносить. столь высокие тайны, секреты, но безумцы не могут не говорить, не могут не говорить об этом. Но, с другой стороны, они могут говорить на эти темы, поскольку обычные люди считают их безумцами, не придают значения этому. И в этом смысле они находятся в безопасности, своего рода безопасности. Обычные люди почитают, что это бред сумасшедших и не придадут этому значения. И в этом смысле мы в безопасности. Обычные люди не поверят в эти слова. То, что день для одного, то есть ночь для другого. Махараджи, спрашивает Акшанада Махараджи. То, о чем здесь говорится. Это белый лотос? Нет. Кайрава означает красный лотос. Он связан с Луной. Он получает жизненную силу или пищу в виде лунного света. А есть другой лотос, белый лотос, который питается солнечным светом. А лунный лотос красный? Да, красный. Шрея Кайрава. Шрея Кайрава. Два типа лотоса, два вида. Красный и белый. Кумуд. Красный лотос называется Кумуд. А белый называется Калхара. Калхар, другое название, это белый Кумуд. Один расцветает ночью, другой днем. Красная ночь, белый днем. Чандрика Витарана. Чандрика Витарана. Благодаря лунному свету растет Кумуд. Кумуд, красный лотос. Питается лунным светом. А как будет по-английски Кумуд? Красный лотос. Можно сказать по-английски ночной лотос? Я думаю, говорит Акшанадаму хорошо. Говорят, просто лотос. А есть какая-то разница между лилией и лотосом? Да, лилия это другой цветок. Она меньшего размера. А в чем состоит разница? В размере? И другого типа цветок, отвечает Акшанадаму хорошо. А Кайрова относится к белому лотосу? Да, к белому. Красная лотос связана с луной, белым солнцем. Имя, Святое Имя, влияние Святого Имени, источник жизненной силы жизни. Для ночных лотосов наших сердец. Или можно также интерпретировать это так. Происходит пробуждение сердца или души. Душу сравнивают с лотосом или лилией, ночным лотосом. А имя сравнивается с луной. А луна посылает свои лучи, и лотос открывается, раскрывается. Источник жизни. И, видя ваду дживана, следующая стадия, следующий шаг. Когда лотос вырастает с помощью этого лунного света, то он предстает в обличии служения в мадура расе. Видя ваду дживана. Ваду. Ваду – это полное отдание себя. Мадура раса означает полное отдание, вручение себя. Такого рода самоотдание. Видно зримо, что он растет благодаря свету служения в духе тотального отдания себя. И постепенно человек видит, что оказался в гуще океана очарования, и этот океан вечно растет. Океан, но океан, благородство которого в каждое мгновение возрастает. Не застывшее, стагнирующее явление. И очищающее. В полной мере очищающее. Его собственное «Я» и многих других. Его самого и всех остальных очищает. Внутри и вовне. Внутренне и внешне. Вы должны позаботиться о Вашем госте. Я тогда раскланюсь. Уже. 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 Уже.